Здравствуйте, в этом видео будем устанавливать Windows на SSD накопитель с флешки. При создании флешки используем способ, который рекомендует Microsoft. Приступаем. Итак, что мы имеем? У пользователя есть ноутбук с установленной Windows. Версия может быть любая. Windows 7, Windows 8 или Windows 10. Пользователь купил новый SSD накопитель с разъемом SATA. Он хочет поставить этот SSD вместо старого жесткого диска и после этого быстро установить на него Windows. Кроме SSD понадобится обычная флешка объемом минимум 8 ГБ. Будьте внимательны, если на вашей флешке есть нужные вам файлы, скопируйте их куда-нибудь. Все данные с флешки будут удалены. Чтобы создать загрузочный носитель из флешки, нужно скачать ту самую утилиту от Microsoft, которую используем в этом видео. Под этим видео я оставил ссылку на сайт Microsoft. Вот она, под номером 1. Нажимаю. Если у вас установлен Windows 10, как и у меня, то на открывшейся странице вы увидите две кнопки. Обновить сейчас и скачать средства сейчас. Если у вас семерка или восьмерка, то кнопка будет только вот эта. Именно она нам и нужна. Нажимаю на неё. Я использую Google Chrome, поэтому загрузка появилась у меня вот здесь. Утилита Media Creation Tools качалась. Можно запустить её кликнув прямо сюда или открыть папку загрузки и запустить программу оттуда. Вот это приложение нужно запустить. В этом окне нажимаю «Да». Закрою проводник. При запуске Media Creation Tool проверить компьютер на соответствие минимальным системным требованиям Windows 10. Другими словами, подходит ли этот компьютер для установки Windows 10. Одно из системных требований это наличие свободного места на диске. Для создания загрузочного носителя с помощью Media Creation Tool необходимо, чтобы у вас было свободно 8 гигабайт или больше. В первом окне принимаем условия лицензии. В этом окне нас спрашивают, что мы хотим сделать. Обновить компьютер или создать установочный носитель. Мы с вами создаем загрузочную флешку, поэтому выбираем второй вариант и нажимаем «Далее». В следующем окне можно выбрать «Язык», «Архитектуру» и «Выпуск». Программа определила, что на этот компьютер можно установить в Windows 10 X64. Если установлена эта галочка, то программа установки создаст флешку, которая подойдет для этого компьютера и ноутбука. Если по какой-то причине вам необходимо создать флешку с 32-разрядной системой, то снимите эту галочку. Теперь можно выбрать другую разрядность, а также записать более универсальную флешку с обеими разрядностями системы. Напомню, что посмотреть разрядность вашей системы можно, например, так. В проводнике делаем правый клик по этому компьютеру. В контекстном меню выбираем пункт «Свойства». В «Свойствах системы» мы видим, что тип системы 64-разрядная. Закрываю проводник. Кроме разрядности здесь можно выбрать также «Язык». Так как я буду устанавливать Windows 10 на этот ноутбук, то я оставлю эту галочку и нажимаю кнопку «Далее». На этом этапе, если на вашем диске менее 8 ГБ свободного места, программа покажет вам окно вот с таким текстом. В этом случае вам нужно закрыть окно, удалить неиспользуемые файлы или воспользоваться программой очистки диска, чтобы освободить пространство. Можно перенести какие-то объемные файлы на внешние носители, если они у вас есть. После этого можно повторить попытку создания флешки. Если все в порядке и места достаточно, то программа установки предложит выбрать носитель. Мы записываем флешку, поэтому оставляем выбранным первый вариант. Если ваша флешка, как и у меня, еще не подключена, то уже пора это сделать. Подключаю. Я подключил флешку, нажимаю «Далее». В этом окне нужно выбрать USB-устройство. У меня только одна флешка в списке, выбирать нечего. Если у вас подключена еще одна флешка или, к примеру, внешний диск, то внимательно выберите здесь флешку, из которой хотите создать загрузочную. Я бы вообще рекомендовал отключить все остальное, оставить только нужную флешку, чтобы случайно не отформатировать другой носитель. Здесь есть вот такая кнопка, нажав на которую можно обновить список подключенных устройств. На тот случай, если вы подключили флешку, находясь уже в этом окне. Итак, моя флешка выбрана. Нажимаю «Далее». Начался процесс загрузки Windows 10 с сайта Microsoft, после чего будет автоматически создан загрузочный носитель. Итак, USB-устройство флеш-памяти готово. Мы создали загрузочную флешку. Программу Media Creation Tool можно закрыть. Нажимаем «Готово». Мы можем посмотреть на флешку в проводнике. Вот она. Теперь можно завершать работу Windows. Поставить SSD на место жёсткого диска и начинать установку. В первую очередь, отключаю ноутбук от адаптера питания и достаю аккумулятор. На полноразмерных ноутбуках десяток летов выпуска часто для доступа к оперативной памяти и винчестеру есть специальная крышка или лючок. На этом ноуте это вот такая крышка. Чтобы снять ее, достаточно отвернуть один винт. Крышка на защёлках сдвигается легко. Жёсткий диск, как правило, закреплен вот на таких металлических салазках. Откручиваю четыре винта, которыми салазки закреплены в корпусе. Извлекаю винты. Нередко у салазок есть вот такой пластиковый край, потянув за который, можно легко вытянуть эту конструкцию из корпуса. Больших усилий применять не нужно. Всё делается легко. Винчестер крепится к салазкам ещё четырьмя винтами. Откручиваю. Извлекаю жёсткий диск. Для теста я использую недорогой SSD на 60 гигабайт. Вставляю его на место жёсткого диска. В том же положении наклейкой наружу. Разъёмом к салазкам. Пластиковое ушко и разъём с противоположных сторон. Если вы неправильно вставите накопитель, то винты не попадут в отверстия. Закручиваю винты. Теперь аккуратно без усилий вставляю всю эту конструкцию на место. Смотрю чтобы разъём попал в ответную часть на корпусе ноутбука и отверстия на салазках совпали с отверстиями на корпусе. Ещё раз. Делается всё это легко без усилий. Закручиваю винты салазок. Можно задвигать крышку до щелчка. Закручиваю последний винт. Подключаю аккумулятор. Готово. Я поставил новый пустой SSD на место жёсткого диска. Ноутбук выключен. Флешка пока не подключена. Если сейчас включить ноутбук, то появляется вот такая надпись. Перевести это можно так. Сделайте перезагрузку и выберите правильное загрузочное устройство. Или вставьте загрузочный носитель в выбранное загрузочное устройство. И нажмите любую клавишу. На компьютере нет операционной системы. Загружаться не с чего. И он предлагает изменить настройки BIOS, чтобы загрузиться с какого-нибудь диска или подключить загрузочную флешку и загрузиться с неё. Моя загрузочная флешка здесь. Подключаю её. Перезагрузить компьютер можно комбинацией клавиш Ctrl-Alt-Del нажимаю. Ноутбук перезагружается и загружаются с флешки. Ноутбук загрузился. Теперь обычная установка. В этом окне русскоязычные пользователи как правило ничего не меняют. Нажимаю Далее. Здесь нажимаю Установить. Начало установки. Нужно принять лицензию и нажать Далее. Мы с вами делаем чистую установку. Поэтому здесь выбираем нижний вариант. Выборочная. Только установка Windows. Программа установки показала мой SSD. Я не буду создавать дополнительных разделов. Просто выделяю SSD и нажимаю Далее. Кстати если вы используете штатное резервное копирование Windows. То лучше сделать немного иначе. Я подробно рассказал об этом в отдельном видео. Ссылка номер 9 в описании. Началась установка Windows. Ждём первой перезагрузки. При первой перезагрузке лучше отключить флешку. Она больше не нужна. Скорее всего регион у вас определится автоматически. Если необходимо можно изменить выбор в списке. Я оставляю Россию. Нажимаю Да. Раскладку оставлю Русскую. Нажимаю Да. Вторую раскладку если нужно можно добавить позднее. Нажимаю Пропустить. Если ваш компьютер подключен к интернету кабелем. То установщик предложит Войти с учетной записью Microsoft. Если вы ее используете. Вводите сюда Логин. Нажимайте Далее. И на следующем шаге будет предложено ввести пароль. В последней версии Microsoft опять убрал кнопку Автономной учетной записи. Самый простой способ отказаться от входа в учетную запись Microsoft. Это Отключить интернет. Я так и сделаю. Отключу кабель. Теперь нажимаю на стрелку Назад. Теперь нужно придумать название пользователя локальной учетной записи. Я назову пользователя вот так. Нажимаю Далее. Пароль можно придумать после окончательной настройки Windows. Снова Далее. В этом окне сегодня принято отключать все движки влево. Я так и сделаю. Нажимаю Принять. Журналом я не пользуюсь. Нажимаю Нет. Еще немного ожидания. Windows установлен. Установку драйверов я рассматривал в нескольких видео. Подключаю кабель интернета. Здесь можно нажать Да. Давайте откроем диспетчер устройств. Здесь на вкладке Производительность видно тип накопителя. Подгрузился драйвер видео. Также можно открыть управление дисками. Здесь видно все разделы, которые автоматически создал установщик. Также можно проверить, какая здесь разметка диска. Стиль разметки GPT. При установке в этом видео я просто включил перезагрузку. И компьютер загрузился в слэшке сам. Здесь есть одна тонкость. Давайте разберемся с ней. Чтобы сделать это, я не просто дам компьютеру загрузиться. Как получится. А нажму на клавишу, вызывающую на экран Boot Menu. На этом ноутбуке это клавиша Escape. Появилось Boot Menu. Здесь видно все загрузочные устройства этого ноутбука. Теперь я могу контролировать загрузку. Выбрать то устройство, которое нужно в данный момент. Если у вас брендовая флешка, то скорее всего название этого бренда вы увидите в Boot Menu. Например, у меня сейчас флешка SanDisk. И в этом меню видно пункт SanDisk. Здесь их даже два. Таким образом, при выборе пунктов со словом SanDisk, в моем случае, компьютер загрузится в флешки. Почему их два? Дело в том, что утилитом Media Creation Tool создает универсальную флешку. Такая флешка подходит для дисков, размеченных в MBR и в GPT. У меня при установке был пустой SSD. Он допускает установку в обеих этих разметках. Если ваш ноут или комп имеет гибридный BIOS UEFI, и они оба активны, то в Boot Menu отображаются два пункта. Вот такой и вот такой. У вас здесь вместо SanDisk будет свое обозначение. Выбрав один из пунктов, вы загрузите компьютер с флешки. Какой выбирать? Разница есть и она существенная. При выборе варианта с меткой UEFI, Windows будет устанавливаться для загрузчика на основе UEFI. Если диск-накопитель, на который происходит установка, пустой, так сказать, из магазина, то операционная система нормально установится. Диск при установке будет размечен в GPT. Если у вас диск-накопитель размечен в MBR, то при установке возникнет ошибка. Самый простой способ решить ее, перезагрузить компьютер. Снова войти в Boot Menu и выбрать вот этот вариант для загрузки. При выборе варианта без UEFI, Windows будет устанавливаться для загрузчика на основе устаревшего BIOS. Такие устройства иногда называют Legacy. Если диск или накопитель, на который происходит установка, также пустой, то операционная система опять нормально установится. Диск при установке будет размечен в MBR. Подробнее об исправлении ошибок типа установка Windows на данный раздел невозможно, выбранный диск имеет стиль раздела MBR или GPT, я рассказывал вот в этом видео. Когда я устанавливал Windows в этом видео, я просто позволил загрузиться к компьютеру с любого загрузочного устройства. UEFI, как более современный загрузчик, имеет приоритет. Если на ПК или ноутбуке есть UEFI и он активен, то он загружается первым. Поэтому на мой ноутбук установилась Windows, которая будет загружаться с помощью UEFI. И мой накопитель при установке был размечен в GPT. При установке операционки в UEFI системе и в устаревший BIOS, вид и форма логотипа и окон отличаются по размеру и по форме. Посмотрите, это UEFI, логотип прямоугольный, более крупный. Окно наоборот более узкое, линии потоньше, шрифт помельче. Это была UEFI. Теперь BIOS Legacy. Выбираю пункт без значка UEFI. Здесь логотип размером поменьше. Окно наоборот шире, линии потолще, шрифт покрупнее. Разница, как видите, заметна сразу. Если вы не знали об этом, теперь одним взглядом на монитор сможете оценить, какая установка происходит. Предположим, ваш знакомый ставит окошки. Вы зашли в комнату и быстро взглянув на монитор, небрежно бросаете ему. А у тебя диск в MBR или в GPT? Если он сможет ответить, то тут же вываливайте на него ту инфу, которую узнали сегодня. Ну и смотрите на реакцию. Попробуйте. А что лучше, BIOS или UEFI? Если на вашем компе или ноуте есть интерфейс UEFI, и вы установили SSD-накопитель, то логично использовать именно UEFI. Это более современный загрузчик. Кроме рассмотренного способа, флешку для установки можно подготовить с помощью других программ. Если интересно, поддержите это видео в одном из следующих рассмотрим. Чтобы не пропустить новое видео, не забудьте подписаться на канал и включить колокольчик. Если это видео было вам полезно, ставьте лайки, делитесь видео с друзьями. Спасибо. Я благодарю вас за просмотры, лайки, комментарии. Отдельная благодарность тем, кто поддерживает мой канал и подписывается на дополнительный канал. Спасибо. Всем зрителям желаю здоровья. Меня зовут Евгений Юртаев. До встречи.